Чтобы выразить свои мысли этому человеку, нужны холсты краски. Глухонемый художник Мирисмаил Сеидов из Дербента уже и не представляет свою жизнь без искусства. В его коллекции более 300 полотен, а за плечами несколько выставок и звание заслуженного художника Дагестана. Побывала в гостях у живописца наш корреспондент Карина Баталова. Мир звуков и слов ему не подвластен, но разве можно, так сказать, увидев эти картины? Деревья, озера, горы и голоса будто слышны из полотен. Еще немного и в нарисованном лесу прозвучит птичья трель. А все благодаря великолепной фотографической памяти, внимательности и, безусловно, таланту. Мирисмаил работает в самых разных техниках. Здесь и картины, которые нарисованы масляными красками, например, как этот пейзаж, это вишневый сад. Так и картины, нарисованные карандашом, как этот маяк, и даже акварелью. Причем такие красивые картины он рисовал самыми простыми школьными красками. Его никто не учил рисовать. По-другой не было ни учебников, ни интернета. В 9 лет Мирисмаил сам смастерил этот небольшой мольберт. Картины стали появляться одна за другой. Живописца очень вдохновляет родной Дербент. Его стены изображены так реалистично, что многие картину путают с фотографией. Немало в коллекции изображений природы. Есть и весьма необычные экземпляры, выполненные в стиле сюрреализм. Вот это пустынь. Сначала пустынь. Это пустыня. Как он мне объяснил, он говорит, что со временем наша земля может превратиться в такую же пустыню, как у него нарисована на картине. Вот как здесь пирамиды Хеопса, которые тысячелетиями стояли. И вот такие вот руины будут. Вот это он нарисовал шар. Это земной шар. Если, говорит, люди, вот в шахматном порядке он нарисовал, если люди не будут, говорят, вот так играть с землей, вот он показывает это как шахматы. Мир Исмаил очень чуткий человек. Он понимает людей без слов, невербально. Ему не нужен язык жестов. Особенно интересно выглядит диалог матери и сына. Они будто читают мысли друг друга. Когда эмоции художника одолевают, он запирается в мастерской и начинает творить. Картина – это его способ поговорить на чистоту с окружающим миром, высказать все, что таится на душе. Я иногда спрашиваю, а почему ты природу рисуешь? Он говорит, я не говорю, вы говорите, а природа меня успокаивает. Вот этим я успокаиваюсь. Иногда бывает, что он понервничает, говорить не может, кто-то не поймет, если меня дома нет. Я-то его вообще понимаю, что он говорит. Он закрывается в своей мастерской и начинает рисовать картины. Мир Исмаил – лауреат государственной стипендии Министерства культуры России. На его счету несколько персональных выставок в родном Дербенте и в Махачкале. Но мечтает он представить свои работы в Москве. Поэтому не продает картины, хотя за них ему предлагали немалые деньги. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербент.